Привет, друзья! С вами снова я, Айна Пуяслей, и в сегодняшнем видео я вас познакомлю с моей студией, в которой я начала снимать совсем недавно. Прошел, наверное, где-то месяц с тех пор, как я нашла себе это небольшое классное помещение, дала с большими окнами, огромным количеством света, недалеко от дома, и теперь я рисую только здесь, и в этом видео я хочу с вами поделиться, во-первых, пространством, в котором я сейчас нахожусь, и сразу извиняюсь за бардак, творческий беспорядок. Хочу вам просто показать реальную обстановку, в которой я рисую, то есть без всяких прикрас, как это действительно происходит каждый день. Вторую часть я хотела бы посвятить тому, что я расскажу вообще, как я приняла решение снять студию, как это повлияло на мой творческий процесс, плюсы-минусы, а также, может быть, какие-то конкретные технические вещи, с которыми я столкнулась, со сложностями и так далее, и так далее. Так, начнем с того, как я вхожу в студию. Собственное помещение выглядит вот так, когда в него заходишь. Это не очень большое помещение, всего 15 квадратных метров, но меня привлекло в нем то, что здесь очень большие окна на такое маленькое пространство, создают огромное количество света, и это, конечно же, очень важно. На самом деле, вот эта лампа, которая у меня здесь стоит, которую я пользовалась постоянно у себя дома, я ее даже не включаю практически, только если вечером, если я очень-очень долго сижу и задерживаюсь здесь допоздна, то да. Но на самом деле, мне вполне хватает дневного света сейчас, чтобы творить. Итак, что у нас слева? Я решила немножечко все-таки украсить помещение, тем более, что есть чем. Это мои картины, сухая пастель, вот это вот и вот это. Все повешено в рамочках от Икеи. Очень бюджетно и в то же время удобно. Я держу здесь, в принципе, несколько рамок, чтобы, если люди приходили ко мне посмотреть какие-то картины, если им нужно срочно оформить что-то, то у меня всегда есть какие-то рамы про запасы, и как бы это удобно. Вот, собственно, здесь, в принципе, все готовые картины. Вот эти какие-то из старых я их держу здесь, чтобы люди могли просто прийти полистать, если вам это интересно. Это из новой коллекции, из инкаустики. Тут у меня небольшой стеллаж, и здесь просто, опять-таки, мои картины, рамочки, тоже, чтобы, ну, знаете, как-то было приятно глазу, что есть над чем зацепиться симпатичным. Тут у меня всякие коробки, извините, тут грязные перчатки валяются. Ну, пройдемся немножечко, да, очень быстро. Кстати, этот стеллаж я купила в Икеа за 600 рублей. Мне очень привлекла цена, я не хотела обрастать какими-то очень дорогими мебельными штуками, и вот это вот меня, так сказать, спасло. Это у меня коробка с акрилом. Дальше у меня здесь, опять-таки, какие-то штуки для акварели, коробки с акварелью. Здесь тоже акварель. Далее здесь хранятся мои бумажные палитры, которые, в принципе, очень люблю и пользуюсь сильно, когда я работаю с красками. Тут и пластиковая палитра есть, которую я, честно говоря, пользуюсь редко. Далее тут у меня моя акварель в тюбиках, в основном Дэниел Смидж, Менке и так далее. Тут у меня, опять-таки, акрил. Очень много акрила, потому что я часто его использую в качестве подмалевков. Далее здесь внизу у меня всякие текстурные пасты, опять-таки, для использования с акрилом. А также есть вот эта вот штучка, которая называется невидимые перчатки. Но, честно говоря, пользуюсь я им редко, потому что я сейчас работаю в основном в перчатках настоящих. Тут у меня пастельные карандаши, цветные карандаши. Да, именно в таком порядке, потому что я их поменяла местами. И здесь у меня в коробке, кажется, опять-таки, да, какие-то текстурные пасты и спреи. Ну, в общем, всякая фигня, которая нужна для рисования. Тут у меня основные холсты. Вот эта рамочка от Икея. Холсты, 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 картон. Там уже какие-то заделанные, до которых я не добралась. Какие-то уже тонированные, какие-то неудачные работы. Вот. И, в общем-то, вот такой стеллаж. Кстати говоря, пропустила и тюник. И тюник у меня старый, очень-очень старый. Еще со времен, когда я ходила в школу художественную, это было, мне было лет 12. А, собственно, выглядит он вот так, да, то есть ничего особенного. Очень хлипкие шатки. Я им пользуюсь сейчас, вернее, я им не пользуюсь сейчас практически вообще. Хотела купить себе большой мольберт, но поняла, что мне пока он не нужен. А тут у меня картины. В основном все из последних моих экспериментов с инкаустикой. Вот это все инкаустика. И какие-то из старых, которые приходили смотреть, тоже я их сюда выставила, чтобы просто было удобнее. Это картинка, которую необходимо отправить заказчику. Опять-таки, из старой жизни. Моя первая большая работа с сухой пастелью, которую я очень люблю. И поэтому она у меня стоит здесь, потому что она меня радует. Далее, вот это освежитель воздуха, просто иногда, чтобы вкусно пахло. А не только воском и всякой горью, которую я здесь варю. И использованный баллончик пропана для газовой горелки. Это тоже последняя работа инкаустики. Я ее недавно выкладывала в инстаграм. Кстати говоря, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что все свои работы я выкладываю там. Все информации о моем творчестве вы можете подробнее найти именно там. Далее, мой рабочий стол. Собственно, здесь я провожу все свое время, потому что большинство своих картин я создаю сейчас именно на столе. За счет техники, в которой я работаю. Инкаустика, техника, которая смешивается воск с разными медиумами. И поскольку воск очень текуч, необходимо работу держать на столе плашмя. И поэтому вместо мольберта я сейчас пользуюсь исключительно столом. Давайте посмотрим, что у меня здесь есть. Ну, телефон само собой. Вот это вот маленькая плитка и небольшая сковородочка, которую я купила для плавления воска, который мне нужен для работы. Это просто то, куда я ставлю сковородку, когда мне не нужно, чтобы она находилась на плите. Это мой очень-очень крутой фен. Не знаю, как правильно его назвать. Строительный фен, тепловой фен. Не знаю, в общем. Но на самом деле, если вы скажете, что строительный фен, то в любом магазине типа Релеруа Мерлен вас отведут именно в секцию вот с этими штуками. И мне он нравится тем, что он регулируемый. Здесь можно регулировать и как температуру, так и скорость потока воздуха. Что, в принципе, очень важно, когда вы работаете с воском. Я считаю, что это очень круто. Я постоянно пользуюсь этими регулировками. Единственный минус это то, что он очень тяжелый. Но, в принципе, все фены строительные, они довольно тяжелые. Руки устают, но делать нечего. Далее. Здесь просто у меня моя старая банка с кистями. Здесь всякие кисточки, собственно. И вот такая плошка, которой я мешаю воск, когда я его плавлю. Вот это вот, кстати, я хотела сказать, что сначала я покупала воск исключительно в магазинах специальный. Заказывала его на магазине, в магазине Jackson's Ark. Потом я, собственно, нашла рецепт того, как варить специальный воск самостоятельно. И теперь делаю это исключительно сама, потому что это экономнее. Единственное, что необходимо, конечно, постараться найти ингредиенты. Но их, к счастью, всего два, поэтому это не так сложно. Далее. Это мы разобрали. Я, кстати, сниму вам видео о том, как варить воск. Вот. Если это интересно. Кстати, дайте мне знать, интересно вам это или нет. Я не знаю. А дальше у меня здесь льняное масло, которое, в принципе, использую иногда в работе. Холодный воск, который я редко использую, но иногда бывает. Вот это все, на самом деле, можно было бы убрать, потому что мне это не нужно здесь. Белила, которыми я просто грунтую работы. Извините, это чашка чая, которую я вчера не помыла, и она ужасно выглядит. Я ее уберу. Опять-таки какие-то растворители. Это мой пульверизатор с водичкой. Я им очень часто пользуюсь, чтобы грунтовать холсты, основы и так далее. Сейчас мой основной рабочий инструмент. Это масляная пастель. Она у меня вот в таких контейнерах. У меня ее теперь достаточно много, потому что я заказываю всякие оттенки, которые мне необходимы для работы. Я сейчас в основном работаю ею. Пастель Ван Гог, которая лежит здесь, она достаточно редко используется в работе. Она недостаточно мягкая. В основном я использую Сен-Илье. Использую Мунжо, хорошая пастель. И Нео Калор от Карандаш. Вот здесь у меня разломанные половинки. Здесь у меня целые мелочки. Ну и, в общем, половинки от этих. Это просто, чтобы удобнее было работать. Здесь у меня масло, которое я тоже иногда использую в работе с энкаустикой. И смешиваю как бы с масляной пастелью. Они очень хорошо смешиваются, поэтому я часто их использую в работе вместе. Здесь у меня просто такой рабочий тоже бардачок. Это палитры, на которые я смешиваю масляные краски еще мокрые. Кисти, которыми я пользуюсь сейчас. Растворители. Ходовые инструменты, поэтому они у меня под рукой. То же самое могу сказать и про все эти мастихины. Здесь я обычно подбираю палитру. Вот можете видеть, что я заранее именно тестирую цвета, как они сочетаются друг с другом. Это опять-таки от чая. Я очень извиняюсь, это все можно выкинуть. Далее. Подоконники. Честно говоря, у меня здесь просто рандомно очень лежит палитра акварельная. Мой небольшой бумбокс. Нео Калор, который карандаши водорастворимые. Я ими сейчас не работаю, но просто они мне тут лежат. Можно посмотреть на них обзор. Кстати говоря, ссылку оставлю в описании к видео, если вы хотите посмотреть, как работать с этими карандашами. Далее буклет Теле 2. Потом вот эта ужасная тряпка. Я, честно говоря, мне нужно просто набрать дома всяких, знаете, рваных просты. Ну, не рваных просты, а старых просты. Разорвать их на тряпки, потому что они очень нужны в работе. Дальше просто пакет. Салфетки влажные. А, коробочка от контейнера. Крышечка. Это от фена. И здесь у меня туалетная бумага. Не для того, чтобы подумали. На самом деле я просто протираю им иногда остатки масла, которые у меня на работе остаются и так далее. Это можно выкинуть. Шпателек тоже, видимо, для каких-то целей мне был нужен. Тут тоже какой-то раствор. И здесь какой-то раствор. И какие-то клячки. Дальше что у меня здесь. Мусорный пакет. Далее мои тапули, которые я не ношу, потому что я ношу теперь вот эти тапули, которые супер теплые. Штатив, который я буду использовать для того, чтобы снимать уроки. Вода, конечно же, потому что она нам нужна, чтобы варить чай, который варится у меня вот здесь, в этом чайничке. Просто какие-то холсты, которые у меня здесь лежат. Мусорные пакеты. Шоколадки. Вот у меня такой кухонный уголок. Ну, вернее, рандомный уголок. Не совсем кухонный, потому что здесь у меня чистящие средства. Молоток. Ножик. Тут у меня чай. Тут у меня и старая моя работа, которую нужно убрать. Показывала просто на днях клиенту. Пакеты. Ой, не пакеты, а тряпочки. И вот здесь, на самом деле, угол стыда. Потому что он ужасно выглядит. Но, слава богу, его особо не видно, потому что он, видите, как спрятан в такую нишу. И вот туда склондируется все, что я не хочу выбрасывать, но как бы сложить мне больше это некуда. Поэтому оно все лежит вот здесь. Упаковочные материалы, чемодан, который надо убрать. Опять-таки, коробки. Работы мои некоторые здесь лежат. Опять-таки, коробки, коробки, коробки. И, собственно, свитер, если на случай, если мне холодно. Сюда я вешаю свою верхнюю одежду. Дальше. Здесь у меня, значит, моя картина, которую я немножко испортила, поэтому она больше не продается. Вот здесь зайчик мой, талисман. И дальше еще один комодик, который, собственно, переехал ко мне сюда из дома. И здесь у меня просто, опять-таки, кисти разные. Их очень много. Фонарик просто для красоты. Перчатки, которыми я сейчас очень активно пользуюсь. Дальше есть мой любимый фиксатив от Санелья для масляной пастели. Календарик, который, кстати, надо перевернуть. Я забыла. И здесь внутри у меня тоже очень много всего. В основном это бумага. Бумага, как видите, кухонной принадлежности для отливания воска. Это для чистки пастели сухое. У меня лежит пшено. Здесь у меня просто всякие упаковочные материалы. Тут у меня какие-то марки есть. И всякие скотчи. И палитра акварельная, которую я еще даже не распаковала. Тут, опять-таки, бумаги-бумаги. Там тоже какие-то баночки. И здесь тоже всякого много всего. Ну, в общем, в принципе, рабочее, да, у меня реально только вот то, что на столе сейчас. И вот здесь, наверное, вот сюда я редко заглядываю. Но это все абсолютно точно мне нужно. В тот момент, когда я решусь переключиться на какую-то технику, я обязательно обращаюсь, в принципе, ко всем моим материалам. У меня нет ничего абсолютно лишнего, что я хотела бы подарить или отдать. Ну, в общем, сами понимаете, все ценное очень. А это моя кружечка чая, которую надо помыть. Вот, и последнее, что я хотела показать вам, чтобы меня сильно не затягивать, это мой рабочий фартук. Я отобрала его у мамы. У нее два. Один подновьян оставил себе, а старенький отдала мне. И выглядит он теперь ужасно, потому что я не стесняюсь теперь вытираю об себя руки об этот фартук. И это очень удобно, друзья, заведите себе фартук. На самом деле, это вещи просто шикарные. Очень раскрепощает. Ну, собственно, вот и все. Такой вот тур. А теперь можно переключиться на вторую часть, где я вам расскажу о том, как я сняла студию, причин их снятия студии и так далее, и так далее. Так что оставайтесь со мной. Итак, давайте разберемся, почему все-таки я приняла решение снять студию, как мне это решение далось, где я нашла помещение, с чем я столкнулась в процессе оформления документов, а также, собственно, как это изменило мой рабочий процесс, какие у меня по этому поводу мысли. И надеюсь, что вам будет интересно обо всем этом узнать. Итак, у меня было несколько причин, почему я действительно серьезно задумалась о том, что мне нужна мастерская. Первое, это то, что в моей квартире, в комнате, где я, которая отвела себе по творчеству, как бы, да, то есть кусочек комнаты, которая отвела по творчеству, начал твориться полный кошмар, то есть все было заляпано краской, все было в постоянном бардаке. Убирать это у меня не было сил в том плане, что я не видела в этом смысла, потому что завтра все равно все будет то же самое. И поскольку это была та же комната, в которой я обычно сплю, то есть отдыхаю, у меня, честно говоря, со временем начался какой-то, ну не то что бзик, а какое-то, знаете, вот ощущение, что я, вот я могу целый день просидеть в этой комнате, встать утром, да, пойти позавтракать, вернуться, работать, 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 а потом лечь спать в этой же комнате. И у меня со временем, ну, появилось такое ощущение, что я просто не выхожу из одной комнаты, и это начало меня немножко сводить с ума, то есть у меня начались реальные какие-то проблемы со сном, потому что говорят, что очень важно разделять свое рабочее пространство от пространства, где ты отдыхаешь. Оно у меня было все вместе, все в кучу, и я реально начала от этого страдать, ну, то есть эмоционально, видимо, на уровне подсознания мне это не нравилось. И я устала очень жить в постоянном бардаке, у меня не было реально возможности прибраться так, чтобы было реально чисто, да, чтобы можно было прийти и так, ах, какая чистота, как приятно. И поскольку это реально начало меня раздражать и стала как бы какой-то проблемой, я, да, я приняла этого внимания. Второе, это то, что у меня не было гигиены рабочей. Это дурацкое слово, я его не очень люблю, но это реально то, что описывает проблемы, с которыми я столкнулась, в том плане, что я, у меня не было разграничений четко, когда я работаю, а когда я занимаюсь чем-то другим. То есть, грубо говоря, живопись и работа над картинами, она настолько расползлась во все сферы моей жизни, что мне казалось, что я все время работаю над картинами. Ну, то есть, даже если я не работаю над ними физически, я все время работаю над ними умственно. Это очень меня эмоционально джоин, тянуло из меня энергию, скажем так, да, и я чувствовала себя все время уставшей, и даже процесс творчества уже не приносил как бы такого удовольствия, как раньше, потому что я все время была в каком-то диком напряжении от того, что я все время об этом думала. И это все время здесь, передо мной, дома. У меня нет никакой возможности от этого уйти, отвлечься, да, то есть, даже у себя дома я все время об этом думаю, потому что я работаю дома. И опять-таки в какой-то момент я поняла, что это также очень влияет на мое и эмоциональное, и физическое состояние. У тебя предметы все здесь, все рядом с тобой. Если тебе приходит какая-то мысль о том, что, о, было бы круто вот это сделать, нарисовать, да, говоря, или, о, вот смотришь на картину, которая у тебя в работе, тебе пришла мысль что-то исправить. Ты такой, а, и неважно при этом, 8 часов вечера, 3 часа дня или 3 ночи, ты все равно, как бы, иногда засидываешься, да, очень-очень поздно, и потом уже уставши, абсолютно без силы, доползаешь до кровати и просто сваливаешься спать. И честно, друзья, я не знаю, может быть, есть люди, которым нравится такой режим свободного, хаотичного художника, который там, где спит, там, где ест, там, и творит, и все вот так в краске, и он весь такой вот, весь хаотичный, такой вот, весь выспренный, и ему все равно, спит он на красках, на палитре с красками, или спит он в своей кровати чистой, уютной. Я не такой человек, я знаю, что как-то принято считать, что художники они все-таки хаотичные, и это такой стереотип, но на самом деле нет. Я очень человек дисциплинированный, я люблю рутину, для меня рутина очень важна, что я каждый день, у меня есть определенный график, по которому я работаю, определенный график, по которому я живу. Это не значит, что я начинаю психовать, когда от него отходишь, да, то есть в путешествиях, понятно, все развивается по-другому, и вообще бывают одни, когда все складывается не так, как задумано, но в целом я знаю, что у меня есть определенный ритм жизни, которому я следую, и мне это нравится. Я не хочу быть хаотичным художником, я человек очень упорядоченный, и я это дело люблю, и я это потеряла, когда я начала вот так работать дома, в перемешку со всеми своими материалами спать, и я, честно говоря, начала от этого очень страдать. Я думаю, что именно из-за этого у меня начались какие-то вот и проблемы со сном, и какая-то тревожность, в общем-то, это просто начало влиять на мое эмоциональное состояние, да, в нехорошем смысле этого слова. И тогда, собственно, я решила, что все, пора действительно серьезно задуматься о том, чтобы наладить вот эти графики, да, своей жизни, наладить рутину своей жизни, сделать из моего хобби, из моего творчества работу, иметь рабочие часы, рабочее место, куда я прихожу, откуда я ухожу. Если я на рабочем месте, я работаю, как только я выхожу с работы, я заканчиваю работать, я иду домой, я иду гулять с друзьями, у меня, наконец, появится время, чтобы читать, чтобы заниматься чем-то еще, помимо художества, да, помимо рисования, потому что невольно, когда ты дома, и у тебя все под руками, у тебя такой зуд, знаете, вы не можете заниматься ничем другим, когда у тебя все под руками, ты знаешь, что ты сейчас можешь прям сейчас сесть и рисовать, ты все время хочешь рисовать. Но когда ты знаешь, что ты ушел в студию, и у тебя будет возможность приступить к этому только завтра, ты абсолютно расслабляешься, и у тебя появляется неожиданно и время, и, знаете, mind space, что называется, место в твоей голове под это, потому что даже если у тебя есть время, ты все равно не можешь отцепиться от мысли, что, господи, лучше бы я сейчас рисовал, потому что это гораздо полезнее и гораздо интереснее. Но это путь к перегоранию, во всяком случае для меня, к эмоциональному и даже иногда физическому перегоранию, и это, собственно, тропинка, по которой я шла, и мне очень не нравилась эта дорога, по которой я иду, мне понадобилось какое-то время, чтобы это осознать, что это неправильно, потому что пришлось столкнуться и со своими страхами какими-то, и сейчас я затрону эту тему. И, в общем-то, когда я поняла, что это шаг, который мне необходимо сделать, чтобы вернуться к нормальной жизни, я начала действительно активно искать помещение. Основные критерии у меня были рядом с домом, светлое, небольшое, офисного типа, это значит непроизводственное, с нормальным ремонтом, чтобы мне не пришлось там белить стены и так далее. И, конечно же, мне хотелось уложить определенную стоимость, уложиться, потому что бюджет был нерезиновый. Итак, что я имею в виду под страхами, с которыми мне пришлось столкнуться? Во-первых, у меня был реально страх того, что я человек, поскольку очень привычный к тому режиму, в котором я уже существую, у меня было четко уверенность, что я уже привыкла так жить, привыкла так творить, и если я куда-то перееду, у меня просто застопорится творческий процесс, и я не смогу рисовать. Чтобы кто не говорил, ну, дом — это самое комфортное место на Земле, и мне казалось, что если я лишусь этого комфорта, я лишусь, грубо говоря, своего вдохновения. И мне будет очень сложно творить в любых других условиях, даже если они будут хорошие, лучше, да. И этот страх, в принципе, какое-то время меня заставлял откладывать реальный поиск помещения. Также был страх того, что я очень пожалею о том, что я это все затеяла. Конечно же, нужно было подключить несколько человек, которые мне помогли перевезти все мое барахло сюда. То есть это реально как бы не просто какая-то вещь, которую я решила, и потом могу сразу передумать, если мне не понравится. Мне нужно реально commit to it, да, то есть реально слово забыла на русском. Скажем так, взять на себя ответственность за это решение. Какое-то время его выполнили... Не знаю, извините, друзья, у меня просто одни английские слова в голове, я не знаю, почему. Sorry. Но я думаю, что вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. То есть это не какое-то решение, которое можно быстро аннулировать, если вдруг ты передумал. Неизвестно, как это повлияет на тебя эмоционально. Может быть, в какой-то момент это настолько тебе противит, что тебя противит рисование. И мне так было страшно лишиться этого в своей жизни. И мне вообще одно мысль, что меня может что-то сбить с моего потока вдохновения, да, и так далее. Что у меня это вызывало, с одной стороны, ужас, поиск этого помещения. И, собственно, с одной стороны, у меня была реальная проблема, которую мне необходимо решить с помощью поиска этого помещения и снятия этого помещения. И второе, это были вот эти нереальные страхи того, что я испорчу свою рутину, испорчу свое вдохновение, лишусь его и больше не смогу рисовать. Никогда. Желательно, потому что я же склонна к драматизации. Вот. Но что в итоге случилось? Я нашла помещение на сайте cun.ru. На самом деле, хороший сайт. Очень вам его советую. Нашла помещение довольно быстро. И довольно быстро его сняла. И это очень важно, потому что помещение хорошее, за небольшие хорошие деньги, уходит достаточно быстро с этого сайта. Поэтому, если вы что-то видите, что вам действительно нравится, не стесняйтесь сразу же звонить, сразу же пытаться выйти на встречу. Ну, то есть, как бы договориться о встрече, договориться о том, что вы придете сегодня. Желательно, как можно быстрее сегодня или завтра. Скажите, что вам оно очень нравится, что вы реально заинтересованы в том, чтобы его снять. И так далее, и так далее. Потому что, скорее всего, если вы отложите это, завтра вы зайдете на этот сайт, его уже там не будет. Помещение расходится очень быстро, поверьте. Тем более, такое помещение, как это, очень светлое, маленькое, небольшое. Очень удобное местоположение. Оно недалеко от метро. Всего в двух минутах, а метро Преображенская площадь. И, конечно же, я в этот же день прибежала, потому что это также недалеко от моего дома. Я прибежала, посмотрела помещение. Практически в этот же день я ударила по рукам. Подписали документы на следующий день. И потом был небольшой технический брейк. То есть мне необходимо было заполнить такое количество бумаг. Это была такая невероятная бюрократическая волокита, что я просто чуть не офигела, если честно. И я уже думала, что я никогда не получу ключи от помещения. Потому что даже после того, как я оплатила аренду, мне необходимо было собрать какие-то подписи у каких-то там заведующих хоз, отделами, пожарными отделами, каких-то там начальников охраны, какую-то тучу людей, которые, знаете, маленькие башки на своих местах, которым просто кровью из носу нужно показать то, как они властны, надо небольшим количеством людей, над которыми они властны. И, к сожалению, в этот момент над тобой, потому что тебе необходимо получить драную от них подпись. Также я столкнулась с очень смешной историей, о которой я не подозревала. И тут я, кстати, хочу вам посоветовать, пожалуйста, обязательно, если вам какие-то пункты в договоре окажутся подозрительными или не нравятся, и менеджер говорит вам, вы знаете, это просто так, это вообще не важно, обязательно скажите ей, мне важно поговорить с человеком, который знает, который мне может это объяснить досконально. Если, например, в пункте договора о пожарной безопасности написано, что вы должны соблюдать правила пожарной безопасности, уточните, что такое правило пожарной безопасности, потому что в моем случае выяснилось, когда мы спросили менеджера, она сказала, что это просто не курить в помещении, выяснилось в итоге, что мне необходимо купить огнетушитель на территории своего помещения, за свой счет, естественно, все, пройти инструктаж о пожарной безопасности, который стоит 4,5 тысячи, поехать забрать документ о том, что я прошла этот инструктаж, к черту на рога, далее мне необходимо ввести какой-то журнал пожарной безопасности, его тоже необходимо купить, необходимо издать приказ о том, что у нас ответственность за пожарную безопасность, это я, и хорошо, что мне не пришлось установить пожарные датчики, потому что они у нас уже стояли, но, например, в вашем случае это может быть не так, поэтому обязательно, если менеджер вам говорит, я это не знаю, скорее всего, это просто не курить в помещении, скажите, я хочу поговорить с начальником пожарной безопасности, и он уже обязан вас уведомить о том, что конкретно необходимо, то же самое касается всего, абсолютно всех остальных пунктов, пожалуйста, будьте внимательны, не верьте менеджерам, которые говорят, а, это просто здесь для красоты, потому что оно там не для красоты, оно для того, чтобы вы подписали документы и потом сели в лужу, а менеджеру самое важное, самое главное, это вам это помещение сдать как можно быстрее, и чтобы вы не задавали лишних вопросов, поэтому мой вам совет, очень внимательно отнеситесь к каждому пункту договора, прочтите его очень досконально и убедитесь, что вы понимаете каждое слово, которое там написано. В моем случае, пока, во всяком случае, я столкнулась лишь с проблемой пожарной этой безопасности, мне осталось только купить огнетушитель, слава богу, он все-таки не такой дорогой, но придется на это потратиться, но пусть будет огнетушитель, пригодится, в конце концов, это маленькие проблемы, с которыми мы столкнулись, но просто неприятно, что мы не знали об их существовании. Я, наконец, получила ключи и, собственно, начала потихонечку переезжать, обустроила здесь, как вы видите, достаточно просто, и, кстати, тут я тоже хочу сделать небольшое пояснение, когда я поняла, что у меня будет свое помещение, представляете свое помещение, которое ты можешь тут вообще так обставить, так оформить, ты же художник, у тебя там декораторский фонтан бьет, нужен обязательно диван, и тебе ковер, и там, и кофемашина тебе нужна. Все нужно. И здорово, если у вас есть возможность это купить, а потом еще, если вы будете куда-то съезжать, это куда-то деть, потому что у меня совершенно нет места, куда я могу положить лишнюю мебель так, чтобы она просто не валялась под ногами у нас дома. И поэтому, если у вас такая же ситуация, как у меня, пожалуйста, не поддавайтесь этому дизайнерскому фонтану и не покупайте кучу всего, что вам кажется вам очень нужно в первые несколько дней, пока вы здесь живете. Я очень импульсивно хотела это все купить, но потом я как-то себе сказала, давай ты поживешь в своей студии две недели, и если ты понимаешь, что через две недели тебе обязательно нужны полки на стенах, диван, пуфик, кофемашина, ты их купишь. Единственное, что я купила, это стеллаж. И все. То есть в итоге я на обустройство своей студии потратила 600 рублей из-за предполагаемых мной, не знаю, тысячи тысяч, которые должна была на это потратить. Ну и теперь я очень быстро расскажу о том, как же мне все-таки, каково мне творить в этом пространстве, как сложилась в итоге моя жизнь, что поменялось в лучшую, в худшую сторону и так далее. Что хочу сразу сказать, это то, что мои опасения о том, что мой творческий процесс застопорится, моя муза меня покинет, потому что я переехала в новое помещение, были абсолютно неоправданными, потому что я начала не только, вернее, я не только продолжила творить, я начала творить более эффективно и более продуктивно, что просто замечательно, потому что за очень короткое время я умудряюсь делать то, что у меня не получалось, например, сделать за целый день, потому что процесс очень сконцентрированный, то есть я прихожу в студию, я ни на что не отвлекаюсь, и не отвлекаюсь на поесть, не отвлекаюсь на посмотреть телевизор, у меня даже интернета здесь нет, если честно, единственный интернет, который я пользуюсь, это мобильный. То есть я фактически ни на что не отвлекаюсь, я включаю либо музыку, либо аудиокнигу, и я 5-6 часов подряд просто вкалываю, ну то есть работаю. Я вхожу в поток в творческий, и я не выхожу из него 5-6 часов. У меня такого, если честно, никогда не было, потому что всегда, когда я творила дома, меня всегда что-то отвлекало постоянно Я могу прийти, например, в 12 или в час, закончить работу в 5 или в 6, и у меня будет готовая картина, ну то есть, в которой я довольна, которая завершена, закончена Когда я творила дома, мой рабочий процесс был очень растянутый, я могла начать в 9, потом пойти позавтракать, потом продолжить, потом пойти попить чай Я так же считаю, что это влияло и на качество моих картин, и на тот факт, что, кстати говоря, я творила в очень маленьких размерах, по большей части именно потому, что их проще завершить быстро и на что-то отличиться, а потом начать какую-то новую работу Теперь же я могу смело творить большие форматы и не отвлекаться ни на что, и этот поток от меня не уходит, я его сохраняю в течение нескольких часов и просто переношу на бумагу нон-стоп Теперь, что касается разграничения рабочего и личного, я понимаю, что это также очень повлияло на меня, даже на мое сознание То есть, я, например, прихожу на работу, я начинаю очень активно думать на работе, именно о том, что я буду рисовать, как это сделать и так далее, и так далее Когда я выхожу за эту дверь, я больше, ну практически за редким исключением, не думаю о работе И это очень повлияло на качество моей жизни, сказать вам честно У меня появились полезные, хорошие привычки, от которых я отошла в результате моей хаотичной жизни Я вернулась к медитациям, которые мне помогают больше концентрироваться, пребывать в осознанном состоянии, да, осознанность В скором времени я уже начну ходить в спортзал, физические нагрузки, мне их очень не хватало, если честно Я думаю, что это сказалось и на моем теле, и на моем сознании У меня свободное время, которое я могу посвятить чему угодно, кроме рисования И при этом я не буду думать о том, что, черт, я могла бы рисовать, и это было бы полезно То есть у меня реально освободилось место в голове под другие дела У меня, наконец, появился какой-то баланс в жизни У меня есть личное пространство, у меня есть мое домашнее пространство, мое пространство с друзьями Время препровождения с ними, мои какие-то другие увлечения, мои хобби И есть работа Не могу придумать, честно говоря, никаких минусов Потому что из этой ситуации вышли только они плюсы Хотя мне было и дико страшно, и в первое время мне было некомфортно и неуютно Но сейчас я просто не представляю, каково это вернуться вновь в тот режим, в котором я существовала до этого Это вот проблема, с которой я столкнулась Рисую каждый день Все говорят, как это чудесно, и это правда чудесно Рисовать каждый день Я люблю и делаю это действительно каждый день Но просто я делаю это очень вдумчиво теперь По определенному графику, соблюдая определенные правила Соблюдая гигиену Ужасное слово И я, честно говоря, гораздо счастливее, гораздо уравновешеннее Гораздо продуктивнее Хочется верить, что я гораздо профессиональнее И мои работы тоже выходят на новый уровень За счет того, что я более сконцентрирована И в душе у меня умиротворение И покой Такое было видео, друзья Надеюсь, что вы не совсем заскучали Я рассказывала о вещах, к которым я действительно столкнулась И которые очень переживала Надеюсь, что мой рассказ вам поможет Если вы сталкивались или сталкиваетесь с такими же проблемами Сейчас И, может быть, это, в свою очередь, потолкнет и вас к принятию каких-то решений На которые вы сейчас не решаетесь Или боитесь их принять Поверьте мне, я на самом опыте убедилась, что все, что страшно Все, что тебя вбугает и безумие Все, что вызывает в тебе ужас На самом деле двигает тебя вперед Ты боишься этого, потому что ты выходишь из зоны комфорта Но это то, что нужно сделать, чтобы улучшить качество своей жизни и качество своей работы Поэтому, если у вас трясутся поджилки То вы в правильном направлении Идите туда С вами была Аина Пуяслей Спасибо большое, что посмотрели мое видео Подписывайтесь на мой инстаграм Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на мой канал Пока Субтитры сделал DimaTorzok